Есть такой знаменитый натив, который официально является самым популярным лицом в мировой истории. Это знаменитый полководец и император Франции Наполеон Бонапарт. О Наполеоне написано больше всего книг и статей, больше, чем о ком бы то ни было. И он привлекает внимание, его загадочная личность, потому что как это из никого сразу в генералы, а из генералов сразу в императоры, а из императоров сразу в узники. Потом пытался вернуть корону, потом снова корону отобрали и уже окончательно. Человек, который, как сказка о Золушке в каком-то смысле, который претерпел огромные метаморфозы в своей биографии и прожил мало, умер, не дожив даже до 52 лет. Почему я вам об этом рассказываю? Потому что есть интересная история с его натальной картой. Долгое время было известно, во сколько он родился, и все астрологи смотрели вот эту натальную карту, которую мы с вами сейчас построим, а потом оказалось, что кое-что не совсем так. И вот на обложке книги о нем он изображен, видите, звезды, все на красном фоне. Красный фон это какая планета? Марс. Почему Марс? Потому что наполеоновские войны сотрясли всю Европу и Россию, и сколько погибло людей, пока он воевал, а воевал он всю свою жизнь. Но он изображен солнце, видите, а вот это луна. И Наполеон говорил, он, кстати, по знаку зодиака, по-солнечному, он был лев. А лев чей знак? Солнце. И он говорил, что есть солнечные люди. И есть, он был наш коллега в каком-то смысле. Наполеон говорил, есть солнечные люди и лунные люди. Но он имел в виду не по натальной карте, а он имел в виду, что большинство людей лунные, они живут как бы в обстоятельствах, которые им уже предназначены. То есть вот они идут по той колее, куда их поставили, и они идут. По мнению Наполеона, это лунные люди, они как бы проживают жизнь в полусне, и вот идут, идет бычок, качается, вздыхает на ходу. А есть, говорил Наполеон, солнечные люди. Их мало. Чем отличается солнечный человек от лунного? Солнечный человек, он взрывает ту предначертанную ему колею и резко меняет свою судьбу или пытается изменить так, как это делал он. Вот он себя относил к солнечным людям, и он верил в астрологию, верил в звезды, и он говорил, что да, у каждого человека есть своя колея, но ты можешь попытаться из нее выйти. Если бы Наполеон присутствовал в этом зале, он бы улыбнулся и сказал, вы это те люди, раз вы пришли сюда, которые пытаются что сделать? Выйти из колеи, да. Он бы сказал так. Откуда я это знаю? Потому что в свое время я проехал по многим местам его жизни, и на Корсике, где он родился, и на Эльбе. Ну, то есть, как бы, вот, чтобы о нем знать все. Итак, построим его натальную карту. У меня будет два вопроса. В каком доме солнце и узлы? То, что мы недавно изучали. Еще раз, коллеги, вот я сказал, что он был лев. Откуда я это взял, что он был лев? Нет, нет. Откуда, не глядя в карту, мы знаем, что кто-то лев, а кто-то рак. 15 августа родился. То есть, солнце в знаке мы берем из даты рождения. Нам для этого компьютер не нужен. А солнце в доме, это не дату надо знать, а что? Время, чтобы понять. Ты родился утром, тогда у тебя солнце тут. Днем, тогда у тебя солнце там. После обеда у тебя солнце тут. Вечером, ночью у тебя где будет солнце? Там, внизу. То есть, знак солнца дает нам число и месяц рождения, а дом солнца нам дает время суток. Скажите, пожалуйста, это понятно или нет? Замечательно. Итак, данные рождения Наполеона Бонапарта. Просто построим натальную карту, там есть интрига. Еще раз скажу, что Наполеон это притягательный образ и даже великие русские поэты, которые, по идее, должны были его ненавидеть, ну потому что он вторгся на территорию России, пожар Москвы, хотя не он ее поджег, подожгли свои, но это не важно, так не доставайся же ты никому. По идее, историки, поэты его ненавидеть должны, а они о Наполеоне всегда высказывались в таком уважительном стиле, да, потому что интересная личность, человек, каждый раз пытавшийся выйти из колеи, куда он попал, и он в конце, уже поняв, что он проиграл все, и что его карьера и биография окончены, он тоже пытался выйти из колеи, выпив яду. Ну то есть, чтобы не дожидаться вот этого тяжелого, грустного умирания, но и это у него не получилось, потому что звезды оказались сильнее. Когда он плыл в очередную экспедицию в Африку, то ночами он стоял на палубе, любовался звездами и беседовал с выдающимися французскими математиками, он их взял с собой в экспедицию, ну чтобы они что-нибудь полезного в Африке натырили для науки. И с учеными он обсуждал вот эту тему, что как бы у каждого человека есть свое предопределение. Когда шла очередная битва, он был на переднем крае, ему говорили, что ну поберегите себя, вас убьют, с кем же останется Франция, ваши солдаты. Он говорил, пока звездам это не угодно, ни один снаряд в меня не попадет. И чтобы показать, что судьба есть у каждого, упал неразорвавшийся снаряд, и он заставил коня шпорами прям к этому снаряду подойти. И его разорвало, лошадь разорвало, все в дыму, он уцелел. То есть конь его погиб, а он уцелел. Он хотел показать всем, что не надо бояться, но что пока звезды тебя ведут, они тебя ведут, и ты не погибнешь. А когда звезды захотят, как он говорил, достаточно будет песчинки, чтобы меня разрушить. Песчинки, а не снаряда. Но это не раньше того, как захотят звезды. Так что имейте в виду, Наполеон был в каком-то смысле астрологом. Не так, как мы с вами, но тем не менее он им был. Итак, поехали. Построим натальную карту Наполеона и увидим там, что, где солнце и где узлы. Согласно официальным данным, так, я очень поторопился, куда надо нажать, чтобы ввести исходные данные? Вторая кнопка слева, решетка, исходные данные. В верхней строчке, где мигает курсор, ну мы это уже с вами делали неоднократно. Кто-нибудь пробовал строить? Да, там все легко, теперь надо идти дальше, в базу. Итак, мы строим натальную карту Наполеона. Наполеона. Он родился 15 августа 1769 года. Он родился, согласно официальным источникам, в 9.30 утра. Секунды по нулям, естественно. Помните, пока не было ректификации, у нас 9 часов 30 минут 0 секунд. Коллеги, я сейчас нарочно уберу все, кроме узлов и солнца, потому что мой вопрос будет касаться только узлов и солнца. Итак, скажите, пожалуйста, в каком доме гороскопа у Наполеона Бонапарта солнце? В 11. Все это видят, потому что у нас есть коллеги, которые еще не научились вот эти границы как бы визуально определять. Очень важно астрологу как бы настроить глазомер, в том смысле, что видеть вот эти вот границы домов. Он умер незадолго до 52-летия, и мы имеем полное право подумать, а не узлы ли приговорили Наполеона к смерти? Когда третий возврат? Сколько лет? 56, но есть граждане, у которых сильно отличившиеся, у которых проверочка как бы начинается, такое бывает и с юридическими лицами, проверочка начинается немного раньше, потому что уж больно накипело. Накипело, и надо подумать об узлах. И мы думали как? Что узлы его наказали, типа, за юж... Это южный или север? Южный. В каком доме? В 9-м. И мы думали так, что он умер в 52 года, потому что узлам очень не понравилось, что может не понравиться, повторение пройденного, южному узлу в 9-м доме. Три диплома о высшем образовании. У него их не было. Что еще? Вся жизнь за границами. Так или нет? Да. Да. Вот так мы думали, что узлам не понравилось, что он таскался всю жизнь по каким-то странам, постоянно с этими военными походами его, и южный узел в 9-м доме сказал, что вообще-то тебе путешествия-то запрещены, а ты только этим и занимаешься. Ну, а Солнце в 11-м, ну, как бы думали, что он как блогер, ну, сейчас это блогер, популярная личность, думали так. Ну, как бы, как бы все-таки белые пятна оставались, а именно, когда южный в 9-м, где северный, в каком доме? В 3-м. В 3-м. Потому что с узлами по-другому же не бывает. Если один в 9-м, то другой строго напротив. Узлы не могут, они не существуют по отдельности. Узлы это два колеса на одной спице. И они друг без друга не существуют. А чего хочет северный в 3-м? Главное, напомните, пожалуйста. Стелиться перед кем? Братья-сестры. Да, 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 тети и дяди, племянники и племянницы, братья-сестры. Так вот, представьте себе, у его родителей было много детей, так получилось, у него были и братья, и сестры, и он, став императором, всем им, всем давал дорогущие подарки, назначал их королями, герцогами и так далее, на захваченных территориях. То есть, то, как Наполеон превознес своих братьев и сестер, об этом даже им и мечтать не приходилось. То есть, по идее, северный узел должен был быть доволен. Ну да, потому что столько, сколько он сделал родственникам, мало таких примеров, кто бы еще столько сделал. Но мы думали, наверное, 9-й все-таки негатив перетянул, как-то так. И что вы думаете, несколько лет назад, на Корсике, где родился Наполеон, а Корсика, это такой каменистый остров в море, который весь состоит из старинных зданий, построенных из песчаника, ну и из песка. Да, но эти здания, они очень такие толстостенные, прочные, чтобы, ну, никакая вода это не размывала. И толстые стены, и несколько лет назад на Корсике, где он родился, в Аяча, были найдены архивные документы, согласно которым время рождения оказалось минуты те же, только два часа вперед. Мы вводили 9.30, а по документам, и документы эти проверяли, и они не вызвали сомнения, Наполеон родился, вот, к вопросу о ректификации, о том, как важно, чтобы карта была правильная, он родился в 11.30. Давайте построим? Или то же самое останется? Хоть два часа. Да за два часа небо, там все поменяется. При том, что я сейчас все-то выключил, я оставил только то, о чем мы говорим, солнце и узлы. Итак, все астрологи, которые анализировали судьбу Наполеона долгие годы, работали вот с этой картой, а потом выяснилось, что нет, время рождения этого человека не 9.30 утра, а 11.30. Ну уж как там эти два часа, кто там дал этот сбой уже, мы не знаем, ну что, мы неправильное время смотрели. Но правильное время 11.30. Сейчас вы сами, просто поменяем 9 на 11, и вы мне скажете, и вы мне скажете, это больше похоже на правду. Ну какой блогер? Какой блогер, когда он стал имперокоронованным, императором Франции, причем на коронацию он вызвал, вернее приказал явиться, самого папу римского. Корону обряд проводил сам главный католический священник, причем Наполеон был нервный, папа демонстрировал, что ему эту процедуру проводить неприятно, короны самозванцам раздавать. И когда Наполеон это все видел, в какой-то момент он выхватил у папы корону и надел себе на голову. Да, выхватил и да. Где солнце? В 10-м. Там, где должно быть у императора. Да. И узлы поменялись, и все стало гораздо точнее. Никакой, не 9-й дом, никакой. А что ему было, за что его узлы приговорили в 52 года к смерти? Конечно. У него южный из 9-го дома, видно это или нет, перешел в 8-й. А если южный узел в 8-м доме, то человеку категорически нельзя воевать. Да, это является... Потом я вам еще... Что такое? Лариса, вопрос? А, это не обращайте внимания, это компьютер сбился, здесь все правильно. Компьютер засмущался. Южный узел в 8-м доме, значит, что получается? Да, нельзя воевать было, да. Поэтому он, 56, не переступил бы 100%. Таким образом, мы с вами знаем теперь, как важно время рождения, и он был великим императором. Субтитры создавал DimaTorzok